Приветствую! Уже заканчивается март месяц, а я забыл сделать обзор судебной практики по статье 337 за февраль месяц. А там есть что посмотреть. Там у нас есть рекордное количество приговоров за один месяц. При этом в этом видео мы поговорим не только об этой статье, мы поговорим о том, какие же конкретно приговоры выносят суды и что будет с теми людьми, которые получили соответствующий приговор. Могут ли им дать повестку, могут ли их призвать в связи с мобилизацией. Но обо всем по порядку. Итак, статья 337 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает уголовную ответственность за уклонение от воинского учета после получения предупреждения от начальника ТЦК ИСП. Эта статья предусматривает два вида наказания. Первый вид это штраф в сумме от 5100 гривен до 8500 гривен. А второе наказание это исправительные работы. Исправительные работы это такой вид наказания, который можно назвать денежным. Почему? Потому что человек продолжает жить прежней жизнью, он ходит на работу. И, соответственно, из его заработной платы удерживают от 10 до 20% заработной платы. И все это идет в доход государства в качестве наказания. Но для тех людей, кто не работает, соответственно, будет штраф. Теперь, какое количество приговоров за февраль? 18. Кто-то скажет, но это же мелочь. Действительно, это мелочь. Но это в три раза больше, чем обычное количество приговоров по этой статье за месяц. Мне кажется, если моя память мне не изменяет, то еще не было месяца, когда там более пяти приговоров в месяц вообще было. А тут 18. И напомню, что февраль месяц стал еще и рекордным месяцем по количеству, по соотношению реальных приговоров и условных приговоров по статье 336 за уклонение от мобилизации. В целом, это дает нам какую картину, что судебная система ужесточает свои подходы к привлечению к ответственности людей, которые уклоняются от воинской обязанности. Будь то уклонение от учета, либо уклонение от мобилизации. Давайте сейчас, как пример, рассмотрим один из приговоров по статье 337, чтобы понять, что же там интересного есть. Посмотрим мы вот такой приговор от 28 февраля 24 года. Ровенская область, кстати, вот именно в Ровенской области любят эту статью все время. Итак, что здесь у нас есть? Вот почитаем вот эту часть, да? Ну вот кто-то скажет, а чему попереджение? Я думаю, здесь просто описка идет, скорее всего здесь поведомление, скорее всего здесь имелась в виду повестка, потому что дальше, если мы читаем, то это попереджение про необходимость прибуття о 9-й године для уточнения військово-обликовых данных. Будучи попередженим про кримінальну відповідальность, передбаченою частиною 1 статті 337 Кримінального кодексу України, всупереч вимогам Закону України про військовий обов'язок та військову службу, умисно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з метою ухилення від постановки на військовий облік, не маючи поважних причин для неявки. Итак, что мы видим? Человек получил повестку и не явился по ней, причем это человек, который не находился на воинском учете, потому что вот здесь это указано, что он не явился для постановки на військовый облик, потому что уклонение от воинского учета, как мы видим, судебная система понимает именно в виде правонарушения, которое заключается вне постановки на воинский учет. Это не нужно путать, не нужно его путать с неявкой по повестке для просто уточнения данных, то есть когда человек находится на учете, но не явился по повестке, ну и соответственно не путаем с неявкой по повестке на отправку. Здесь мы говорим о повестке, о неявке по повестке для тех людей, которые не стоят на воинском учете, хотя должны на нем находиться. И дальше здесь, если мы почитаем, что из материалов дела, вот вбачается еще особо, беззаперечно вызная свою вынуватести, кстати в большинстве таких приговоров люди признают свою вину, в принципе сказать, что это там правильная модель поведения, либо неправильная, сложно, потому что здесь и наказание небольшое в принципе, и то, что ты не признаешь свою вину, и в принципе глобально ни на что не повлияет, потому что простое правонарушение и просто доказать вину. И давайте смотрим, какое же здесь наказание вынесут. Кстати, по поводу моих последних слов, ни в коем случае не нужно их расценивать, как предложение признавать свою вину. Нет, признавать вину свою или нет, это решать, ну, скорее вашему адвокату, который будет специализироваться на уголовных делах и сопровождать вас в соответствующих делах. Это не мне решать, сразу скажу. Итак, смотрим, что здесь решил суд. Визнати винуватиму в чиненні криминального проступку, предбаченого частиною 1 ст. 337, та призначити ему покарання у види штрафу у размера 300 неоподаткованных минимумов доходов граждан, что становится 5100 гривен. Простое правонарушение, простое дело, простой приговор и маленькое наказание. При этом, если мы посмотрим остальные приговоры, то мы увидим, что там наказание везде такое же. 5100 гривен. Уголовный штраф. Обращаю ваше внимание, что хотя это и штраф, его не стоит путать с административным штрафом, потому что в этом случае человек совершает все-таки уголовный проступок, уголовное правонарушение. Человек получает обвинительный приговор, то есть его признали виновным в совершении преступления, соответственно. И вся эта информация, она, ну скажем так, в базах данных сохранится до тех пор, пока будут существовать эти базы данных. Теперь к последнему вопросу переходим. А могут ли такому человеку вручить повестку? Могут ли снова призвать? Да, могут. То, что человек совершил такое правонарушение, не стал на учет, не говорит о том, что он автоматически после приговора уже оказывается на учете. Нет. То есть ему снова можно дать повестку. Он теоретически может снова ее взять и не прийти по этой повестке. И опять же теоретически его можно снова привлечь к уголовной ответственности по той же самой 337 статье. Честно говоря, пока я еще таких приговоров не встречал, но это не гарантирую, что их нет. Мобилизация такого человека возможна. Да, вот эта судимость по этой статье, она никоим образом не влияет на мобилизацию вообще. То есть если человеку дадут повестку, он по ней придет, пройдет ВЛК, в итоге ТЦК и СП даст ему повестку на отправку и все, он может быть там. Поэтому ничто этому не мешает, потому что здесь в принципе, вы же видите, есть только два вида наказания и ни один, ни другой не мешает прохождению службы в армии. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал, его название вы сейчас видите на экране, а ссылочка на него есть в описании к данному ролику. Ну и традиционно я вам пожелаю удачи, благополучия и конечно же мира. Пока-пока.